В программе реабилитации «Маленькая Анастасия» массаж и лечебная физкультура. Утонусе девчонка занимается уже пять годов, а с ней дал у нее часу говорить. Наведовать терапию стало больше цикаво. Очень в восторге, такая комната красивая. Настя пришла, говорит, как будто в сказку, да, Настя? Вау, какую комнату сделали красивую для деток, да? И очень, специалисты, все-все хорошие, молодцы, занимаются. Мне очень все нравится. Идея створить терапевтичную арт-простору належит специалисту центра Ганне Кобак. За ее ожицевлением она свернулась до организаторов городской инициативы «Утольное малевание». Захотелось сделать радость, наверное, детям, чтобы они во время процедуры получали релакс, расслаблялись. Ну и плюс где-то откликались, если им в каких-то моментах неприятно. Мастаки отгукнулись одразу ж. Долучился и дизайнер Марина Балык. Фарбы не были за кош спонсоров. Элементы декора принесли удельники проекта. Вось так, крок за кроком, на протягу пяти дзен, у Тонаса жевала космичная подорожа казочного маленького принца. Мы перепробовали много концепций и думали делать какие-то города, карты, но они все были либо для девочек, либо для мальчиков. И мы искали такую середину, которая понравится всем. И нас натолкнули шары. Большие надувные шары круглые, они похожи на планеты. И мы подумали, что можно завязаться с космосом, а космос и дети, и сразу получился маленький принц. Причем мы решили не рисовать самого маленького принца, чтобы маленьким принцем был ребенок, который всегда переделал. А если это девочка, то это будет роза. Отшивается уже и первый терапевтический эффект. У нас здесь появилась уникальная возможность в такой красоте. Внимание ребенка отвлекаешь, он гораздо эффективнее, гораздо охотнее работает, идет на контакт, лучше привыкает к процедурам, лучше выполняет процедуры. Соответственно, у нас повышается общий эффект реабилитации. До речи, это не первый социальный проект хороцкой инициативы «Утольное малевание». Брестские мастаки – частые гости пуржанских социальных центров. Худка в планах и новый проект. Разом с выхованцами Кобринской детской вески и байкерами. Мы хотим научить детей делать росписи. И уже проведена работа, сделаны эскизы, они согласовываются. И вот 13 апреля мы поедем расписывать Кобрин. И нам тоже нужны волонтеры, кто хочет попробовать, кто хочет присоединиться. А инициатива «Тоноса» не бывает в претях. Тут уже появилась новая инсталяция. Не геттим усмехаются специалисты, я ныне спинятся. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадио компания «Брест».